Здравствуйте! Сегодня мы беседуем с Эдуардом и Александрой. Эдуард находится на Украине, Александра тоже, я нахожусь в Канаде. И сегодня 23 февраля, для меня это не очень приятная дата, для очень многих она тоже не очень приятная. Вот, и поэтому мы посвящаем, мы посвящаем нашему, наше обсуждение посвящается именно вопросу, почему солдаты всех армий не отказываются брать в руки оружие. По-настоящему этот вопрос волнует людей очень давно. Действительно, если бы никто не соглашался, не соглашался бы служить в армии, то войны были бы невозможны. Войны были бы невозможны. Пожалуйста, каково ваше мнение, Эдуард? Здравствуйте, Борис, здравствуйте, Александра, всем зрителям, добрый вечер, ну, время суток, в общем-то. Мое мнение очень такое, то есть, почему люди не отказываются от этого, для меня вообще странная штучка, потому что, так как я сейчас общаюсь с этими людьми, да, которые не отказываются, а я с ними очень часто общаюсь, у них такой типа выбор, что по большей степени это страх, страх попасть в тюрьму, но почему-то лишиться жизни не страшно, да, во многом. Почему-то, это удивительно. А за, буквально за час до беседы нашей с вами, мне позвонил мой брат, который приехал с Италии в Украину, его забрали сразу на границе в армию, вот, то есть, он не был добровольцем и так далее, и теперь он призывает меня воевать, если я не пойду, типа, то есть, то, скорее всего, ну, он знает, где я живу, типа, я тоже хочу надравить, как бы, на меня ребят из военкомата. Так вот, психология таких людей мне абсолютно непонятна, и, как бы, чем они руководствуются, да, потому что нас же всегда учат, там, Библия, как бы, да, если люди читали её хотя бы как-то, не убей, и всё вот такое вот, конечно же, ну, мне тяжело понимать, потому что меня воспитывали немного по-другому, ну, но даже, там, с тем учётом, что меня воспитывали по-другому, моя семья и те, кто меня воспитывал, считают, что Родину нужно защищать, вот, что тоже довольно тяжело, как бы, то есть, со всех сторон такое некое давление, как бы, идёт, и, конечно же, многие люди под этим давлением, я считаю, могут пойти на такое несвоевольно, потому что до получения повестки люди не замысливались, там, к примеру, идти в армию, а те, кто пошёл в армию до войны, да, просто по зову сердца, ну, тоже достаточно странная история, почему туда люди идут. То есть, либо это деньги, либо это, я не знаю, мне кажется, что вот эта мистическая история про защиту, как бы, ну, какой-то Родины тяжело. Да, Александра... Возьмите, почему люди не отказываются служить в армии и брать в руки оружие, почему? Александра, у вас нет звука, вам надо включить звук. Ага, я тут так уже сижу с вами разговариваю. То есть, вот быстренько я вам дам почву. Вот 10 кратенько пунктов, почему это плохо. Во-первых, это опасность для жизни, здоровья, да. Во-вторых, моральная... Почему плохо воевать? Почему люди соглашаются становиться солдатами с обоих сторон любого конфликта? Это опасно для жизни. Есть моральное противоречие, многие не хотят никого убивать и не хотят выполнять ничьих приказов. Это ведёт к психологическим проблемам. Невозможность контролировать свою жизнь и отсутствие свободы поступков, поскольку они обязаны выполнять приказы. Риск стать жертвой своих же в качестве издевательств, насилий, которые довольно распространены в армии. Экономический аспект. Нередко срочная служба не даёт практически никакого дохода. Негативное влияние на здоровье, спать на земле, длительные нагрузки можно сильно подорвать на здоровье. Негативное влияние на личную жизнь. Сколько мы знаем этих историй. Ушёл в армию, вернулся, невеста ушла и так далее. Негативное влияние на карьеру. Все считают, иногда правы, что в армии служат люди, которые тупеют. Подевают портупею и тупею и тупею. И, собственно говоря, у любого конфликта есть мирное решение. То есть давно можно объявить, что людей убивать нельзя, даже если это делается в соответствии с самыми высокими требованиями. Вот почему на личном уровне, когда человек принимает это решение, пойти или сопротивляться. А в подавляющем большинстве случаев достаточно часто, то есть это тысячи, миллионы людей делают такой выбор. Александра, вы как психолог, объясните нам, пожалуйста. Вы знаете, я вам хочу, я вам немножечко позже приведу пример из отношения парнишки. Вот у меня клиент, парнишка молодой, до 30 лет. И вот отношения, вот он не пошел, а его брат пошел. И вот я бы сказала следующим образом. Вот немножко, немножко подкомментирую вашу фразу по поводу того, что вы сказали. Почему нельзя просто сказать, что нельзя убивать людей, да, ну вот жить в прекрасном мире, да, и таком пацифистическом, да, можно так сказать. Во-первых, как бы нам не хотелось этого, это, к сожалению, нереально. Потому что есть, скажем так, люди, да, люди, которые занимают, люди, мужчины, которые занимают вообще разные социальные слои, да. Есть более, как говорится, там, вождь или там, да, правитель, ну, более такой, ну, то есть тот, кто обладает властью и, в принципе, от него зависит, что будет делать остальная прослойка. Хочет этого или не хочет, да, как бы там все не были миролюбивыми, да, если, как говорится, рыба гнил с головы. Если там что-то не в порядке, да, то, соответственно, все мало-мало и, ну, по определенным причинам, да, развязываются войны. И, к сожалению, вот причины, по которым люди все-таки идут, идут воевать, они могут быть, ну, в принципе, их можно свести, ну, буквально там на пальцах можно пересчитать. Ну, во-первых, во-первых, можно сказать, что это есть определенное, как бы, чувство, чувство, ну, чувство долга, да, чувство долга, что, например, я военно обязанная, я выучился на эту военную профессию, то есть, как бы, я должен слушаться, я должен выполнить прикады, то есть, как бы, хочу, не хочу, ну, как бы, ну, я сам выбирал этот путь, я должен, вот, где-то в голове это вот я должен, не сделаю, то есть, я уже буду, упаду сам в своих глазах. Есть причина следующая, банальная корость, то есть, либо это материальная, либо психологическая. И, как материальная, да, очень часто в безвыходных ситуациях, когда, вот, очень много таких случаев знаю, когда, вот, случилась война, мужчины потеряли работу, доход, семью нужно обеспечивать, да, и люди просто идут осознанно на контракт в армию. То есть, как бы, уже, знаете, семья в ценностях намного выше, чем, вот, как бы, личная жизнь. То есть, это попытка, таким образом, прокормить свою семью. Есть и такая мотивация у людей. Вот. И материальная корость, и психологическая. Это психологическая корость, да, это вот, когда, знаете, вот, я себя всю жизнь ощущала не кем, каким-то, там, не знаю, лузером, и тут, я, у меня, у меня, там, возьму винтовку, всем отомщу, да, вот, есть такая, такой драйвер, что я теперь крутой с этой винтовкой, да, какая-то такая мнимое ощущение власти, силы, но, вот, такие, кстати, люди, они потом, ну, частенько подсаживаются, да, вот, как война, вот эта, вот, охота, стрельба, да, она становится, как, вот, наркотиком для них, ну, для таких психически, психологически, как бы, мотивированных людей, таким образом. И пример, пример, который я вам хотела бы сказать, вот, смотрите, у меня, да, парнишка, клиент. Я его знаю давно, скажем так, я знаю, как, ну, так периодически обращается, вот, вот, и его, он себя внутренне ощущает, как недовостребованный, не, не, как бы, знаете, вот это внутреннее ощущение, как бы, маленький и незначимый, вот, вот, слова подбирала. Я, как бы, такой маленький, незначимый, особо из себя ничего не представляю, да, и вот с таким, как бы, внутренним ощущением человек идет по жизни, и вот тут он мне давно звонит и говорит, что, а, и в это время, вот, сейчас идет война, а он получил контракт, морячок, морячок получил контракт и работает. И вот он мне на днях звонит и говорит, пишет, что мой брат, мой двоюродный брат погиб, его будут хоронить на Аллее Славы, мол, мама позвонила, сообщила. Я, естественно, ему пишу, мол, прими соболезнования. На что у него бурная реакция возникла, что, мол, я даже не знаю, мне злиться или радоваться или... И в итоге, ну, в прояснении ситуации у него, как бы, распирают следующие эмоции, что я, я, я нормальный, я люблю свою страну, я вообще порядочный человек, да, но я, как бы, ну, сейчас работая, да, на своей службе, я как будто труд, я как будто не защищаю родину, а он наркоман, педофил, ну, это непростые слова, то есть пропащий человек, и он пошел воевать, и теперь его будут хоронить как героя. Он много-много гадостей сделал, и его будут хоронить как героя. Это вообще вопиющая несправедливость. И вот на мой вопрос, да, такой психологически заковыристый, я его спросила, а ты бы тоже хотел быть мертвым героем, да? То есть вот как тебе быть живым, как живым трусом, да, или мертвым героем? Ты тоже хотел бы... Чего ты злишься? Говорю, ты тоже хотел, чтобы тебя хоронили как героя? Ну, как бы, ты подумай. У каждого свой путь. И тоже знакомые, которые сейчас отсиживаются за границей, да, ведь он осознанно не возвращался в Украину воевать, то есть как бы мог физически пойти, но он сказал такую, тоже молодой парень сказал такую фразу, что лучше я буду живым трусом, нежели мертвым патриотом. И вы знаете, у каждого свой выбор, у каждого своя мотивация. И я еще это связываю с воспитанием, которое получил в детстве. Если мальчика воспитывали ответственным, таким, ты должен там все, ты должен всем. Где-то у него там где-то чувство вины, что я должен там, не знаю, защищать, должен быть хорошим. Вот, тогда только меня будут любить и хвалить. У него это чувство на плане войны активируется, и он чувствует своим долгом. Я должен быть сильным, я должен быть мужественным, я должен защищать. Ну вот, собственно, да, муж у меня тоже рвался, но по состоянию здоровья его не взяли, да. И слава богу. Ну да. Да, да, да. На самом деле, наверное, извините. Очень сильно, да, просто я очень сильно прослеживаю поведение людей, вот мужчин, да, в зависимости от их воспитания в детстве, да. Кого там, как бы, там более в тепличных условиях мальчишка рос, да, и ему сейчас очень сложно, как это пойти, убивать. Ну, для него это вообще нонсенс какой-то, да, поэтому и стараются как-то избежать, избежать этого дела, очень такого нехорошего. Ну, можно, да. Моё мнение, что здравым людям вообще, как бы, не должно нравиться идея, типа, что можно идти кого-то и убивать. То есть, ну, это такая история. А по поводу государственности, да, вот мне кажется, ну, хочется же жить ради государства. То есть, ради него не хочется умереть. И в этом, как бы, многие люди находят какую-то, там, проблему о том, что вот вы сидите, там, как бы, прячетесь и всё такое. Ну, я им отвечаю вот таким вот способом, что, говорю, за родину хочется жить, но умирать не особо. Вот мой ответ. Очень-очень сильно идёт вот это вот социальное давление, когда те, кто, ну, как бы, две позиции. Одни идут воевать, что я должен защищать родину, да, я там патриот, а другие, как бы, вот, одни хотят умирать за родину, да, а другие хотят жить за родину. Вот прям, вот, хорошая такая фраза, я хочу жить за родину, да, вот, я просто хочу жить, да. И, то есть, приверженцы, собственно, такой позиции воевать эти, да, вот, начинается такое у них давление, что ты трус, да, ты предатель, да. То есть, идёт такое социальное непринятие. Сталкивались ли вы с этим? Да. Интересно поделиться личным опытом, Эдуард. Мне? Мне? Нам всех. Я каждый день, слушайте, каждый день я сталкиваюсь с тем, что, как бы, люди мне говорят, да, там, ну, я же живу на другой части Украины, получается, я убежал от войны, да, и они мне сказали, как бы, ну, те, кто знают, ты, там, в магазине, к примеру, продавщица, там, могла сказать такое. Кстати, действительно говорила о том, что, а почему ты не взял автомат в руки и не пошёл, к примеру, на войну? Если меня будут, допустим, забирать на улице в армию, я уверен, что ни один человек, наверное, не заступится за меня, как бы. То есть, это такая позиция, что, как бы, на самом деле она у меня присутствует, это отвратительно, но, как бы, это такая же, жизнь, то есть, типа, тут цель выжить, и когда забирают человека другого, то есть, естественно, как бы, там, чья-то мать, да, посмотрит на это и скажет, хорошо, что не мой сын, как бы. Вот, я думаю, что во многом так, то есть, становятся люди в неком плане сами за себя, но социальное давление, оно есть, я же говорю, мой брат, мои родные, как бы, люди, даже можно говорить, что можно говорить о том, что у меня рус, ну, как бы, у меня есть сестра в России военная, как бы, двоюродная, которая обстреливала, там, к примеру, ну, запускает ракеты и всё такое, как бы, ну, реально военный человек полностью. И я сижу в Украине. И какой вот наш сын, что она? Она считает, что она защищает или нападает? Она считает, что это мы, типа, бомбили, там, 8 лет Донбасс. Ну, в первый день войны... Многие военные считают, что они работают, что это у них такая работа. Да, да, да. То есть, вот, мне нравится, когда они говорят, там, в новостях, мы отработали по цели, мы работали. Ещё также меня удивляет, когда проститутки говорят, я на работе, я работаю. Вот, то есть, удивительная вещь, именно вот эта вот формализация этого действия, как занятие. Вот это такая работа такая, ратный труд. Да, и за неё хорошо платят. Ну, это сейчас, и не всем, и не всюду. Да, и на самом деле нехорошо. В большинстве случаев это было практически не так. Ну, кто на контракте, да, то есть, кто идёт, как бы, на работу, да, тому платят. А кого там словили на улице? Ну, большие войны, мы видим, что большие войны на контрактах не получаются. Да. Да. Если бы всё было по контракту, на самом деле, или хотя бы, да, там, 80% контрактников было бы, то жить было бы легче. Но даже дезинформация, да, то есть, на самом деле, очень ужасно то, что люди в Украине, находящиеся, не понимают, что по телевизору врут. Да, как бы, они считают, что врут только в России, как бы, а у нас, типа, фейков нет. Вот. И когда забирают людей на улицах, об этом не транслируют по телевизору. По телевизору транслируют, что у нас там, типа, добровольцев просто нереальное количество, да, которых некуда девать, то есть, их некуда отправить. Да, как бы, то есть, и вот это вот тоже убивает немножечко. Да, надо сказать, что меня поразили кадры, которые появились в интернете, как насильно хватают на улицах и тащат прямо за руки за ноги. До этого мы наблюдали в России, как сотни тысяч пытались избежать мобилизации, бежали из страны. А сейчас мы видим по другую сторону, так сказать, баррикад, тот же метод, еще, может быть, и хуже. Там я не видел кадров, чтобы достали за руки изданными. Вот, получается ощущение такого планомерного собирания вот этого пушечного мяса на бойню. Когда его становится недостаточно, то просто идут и применяют насилие к собственному народу. То есть, по сути дела, становятся врагами собственных людей, потому что для людей, которым приходится бежать из страны, прятаться и прочие вещи делать, это враг больше тот, кто хочет заставить его взять в руки оружие, убивать, подчиняться, участвовать во всем этом, а не тот, кто в него стреляет, потому что тот, кто пытается его взять и потащить на эту бойню и заставить участвовать во всем этом, он ближе и поэтому гораздо опаснее. То есть, получается, что страна, которая пытается утверждать, что она делает все для блага своих граждан, решает нанести вред этим гражданам, проявить насилие по их отношению, еще большее и более актуальное, чем враг, с которым она борется. Борис, хочу прокомментировать, вот смотрите, у меня такие мысли появились, что вот если посмотреть на такие природные законы, то чтобы выжило целое, нужно пожертвовать малым частным. Мы можем много что привести, здесь у вас есть я, еще в 16 лет, когда меня впервые в 1986 году вызвали повесткой в военкомат, чтобы поставить на учет, и я начал активно бороться со всем этим, и многие годы боролся с призывом в советскую армию, с ее Афганистаном в те годы, да и прочими прелестями. И потом я уехал в Израиль, где мне пришлось более трех лет бороться с призывом в израильскую армию. То есть, чисто по моей половой принадлежности, но там, кстати, и женщин тоже, и возрастной, меня пытались заставить. То есть, это было совершенно очевидное насилие над человеком, который не желает подчиняться приказам других людей, который не желает становиться фактором, который может приводить к убийствам и прочим вещам, и не желает погибнуть. Но это скорее даже не обязательно встает на первое место. То есть, я не могу себе объяснить, как я могу поступать таким образом, чтобы чего-то взять и пойти, и кого-то стрелять, и выполнять чьи-то приказы и прочие всякие вещи. Я свободный человек, и если меня спрашивают, что я выбираю, свободу или жизнь, то я выбираю свободу. И очень многие люди, они суицидальны. И вот это вот тупое желание многих людей подчиниться, это один из шагов в сторону суицидальности. То есть, вот этой обреченности. Убьют и слава богу. Понимаете? Убьют и слава богу. А вы не считаете, что это вынужденная мера защищаться, когда на тебя нападают? Ну, в данном случае страны, да? Как по-другому? Вот как тогда по-другому, если мы берем концепцию, чтобы там не было войн, чтобы все складывали оружие? Ну, если вот одни нападают? Вы знаете, двум смертям не бывать, а одной не миновать. Рано или поздно главный наш враг и главный наш убийца – это природа. Она сделает с нами то, что она делает со всеми. Когда мы видим хроники 100-летней давности, мы видим толпы мертвецов. Понимаете? Рано или поздно это произойдет в той или иной мере и форме. И мы можем спорить. Я видел очень много смертей. Я работал в больнице, там, где умирали постоянно. Я бы не сказал, что вот эти вот мучительные, долгие, унизительные, отвратительные, вонючие смерти на этих койках – это лучше, чем мгновенная смерть от какой-нибудь там ракеты в здоровом своем состоянии. Понимаете? Чик и нету. Или вот эти вот ужасные мучения. Я наблюдал очень много старых людей, которые мучаются и живут и так далее. То есть наш истинный главный враг – это устройство этого мира и природы. И это иллюзия, что мы можем избежать вот этого приговора, который нам выносится с первого момента, как нас зачали. Вот. И поэтому, мне кажется, совершенно бессмысленно здесь рассуждать. А что, если враг придет и меня убьет? Но меня все равно убьют. Меня все равно убьют. Меня все равно убьет эта природа. Понимаете? Но я имею свободу не участвовать. Понимаете? Я имею свободу не участвовать. И я верю, что если бы с обеих сторон люди бы поступали, как я, ни одной войны бы не было. И об этом пишет Толстой в своей книге, романе «Война и мир». И повторяет эту мысль четырежды или пять раз в разных частях романа. Что если бы с обеих сторон люди бы повернули свои оружия против тех, кто их посылает воевать, войны были бы невозможны. А он был военный человек. Он был офицер. Он принимал участие в Крымской войне. И вот он приходит к такому выводу. И получается, что если я тоже считаю, что вот такое поведение, полный отказ от согласия на какую-либо кооперацию с вооруженными силами любой страны, является примерным поведением, то есть примером для всех живущих людей. Как для тех, что на нашей стороне, так и для тех, что и на стороне противника. Если все будут поступать, как я, война будет невозможна. А вы считаете, что это реально? Борис, вы считаете, что это реально? Что реально? Это реально. Вы знаете, это действительно реально. Надо запретить. Надо запретить насильно призывать людей в армию в любом положении. В любом положении. Невозможно и не следует заставлять человека лишаться свободы, при том, что он ничего не сделал дурно, и заставлять его совершать действия, которые он не желает совершать. Никакие великие идеи, которые, как всегда, оказываются манипуляцией, обманом со всех сторон. Потому что эта война ведется до последнего украинца. Не обязательно самой Украины. Мы это все прекрасно наблюдаем и видим, как вам выдают это оружие по капле, по соплям. И поддерживают этот конфликт до бесконечности. Вы понимаете, любые все эти прекрасные лозунги, они в конечном итоге являются манипуляцией. А почему я думаю, что это возможно? Потому что воспитание. Вы с вами сказали, насколько важно воспитание человека. Чем более человек воспитывается с критическим мышлением, независимым, неуважающим авторитеты только из-за того, что ему сказали, что это авторитеты, проверяющим все своим умом, с глубокой убежденностью, что нельзя поддерживать никакие формы насилия против него самого и всех остальных. Чем больше мы будем получать таких людей, в конечном итоге у нас идет отбор. Вот в эту войну убили уже очень много людей, которые не такие. А остались как раз люди, которые такие. С обеих сторон. И со временем, со временем, вот эту войну ведут люди прежнего поколения. Вы, конечно, мне скажете, что здесь молодой и так далее. Я не думаю, что у него есть свобода прекратить эту войну. А новое поколение, вот новое поколение, обратите внимание, кто уехал, кто из мужского населения России в первую очередь уехал. Это независимые люди, айтишники, которые вообще не привыкли никому подчиняться в основном. То же самое и с украинской стороны. Кто уехал, тот, кто смог уехать. Очень похожий тип людей. И если мы будем воспитывать именно такой тип людей, то все труднее и труднее будет призывать людей в армию. А именно призывники составляют основную опасность с обеих сторон. Именно они создают массовость. Потому что контрактные армии не могут быть массовыми. И очень быстро друг друга истребляют. И конфликт заканчивается, потому что просто некого больше посылать. Я считаю, нужно прийти к тому, чтобы абсолютно запретить насильственный призыв. Пусть лучше пропадет страна, чем эта страна будет проявлять насилие собственным гражданам. Я пять копеек вставлю и хочу передать слово Эдуарду и его мнению. Буквально недавно прочитала, что российские российские контрактники не захотели воевать и ушли с военной службы. Но тут же их призвали в качестве мобилизации. Вот. Ну, свернули обратно. Вот у меня есть... Я хочу сказать одну вещь, да? Да. Человека, в принципе, невозможно заставить что-то делать. Его можно заставить что-то не делать. Его можно заставить что-то не делать. Допустим, убить, усыпить, связать, посадить. Но заставить его делать эффективно что-либо невозможно. Точно так же вот у меня был кот. Я пытался заставить его гулять на поводке. Нет. Он не понимал эту концепцию. Он гулял всегда сам по себе. Стоило его посадить на поводок, он расшиперивал все четыре лапы, и я мог им пахать дорогу. То есть, тащить его на поводке. Но вот сам принцип гуляния на поводке он так и не принял. И я оставил его в покое. Точно так же могут поступать каждый из этих людей. То есть, да, их могут бить, их могут это самое, но все равно заставить эффективно чего-то делать, вот так вот, таская за руки и за ноги. Практически, если человек абсолютно убежден, что он этого делать не будет, или почему от меня отстали в Израиле, я сказал психиатру, что как только я получу заряженное оружие, я убью того, кто мне его дал. Вас определили туда, да? Мне дали билет даже на случай войны, чтобы близко меня, моего духа там не было. Класс. Эдуард, запоминайте. Если вдруг... Я буду... Я, кстати, придумал план, короче, на самом деле, когда ко мне подойду, я буду кричать, что я не хочу обратно в дурку. Я, наверное, не говорил, ну, я не был в дурке никогда, но просто это такой вот план. на самом деле, все это очень довольно прикольно, воспитание и прочее, но вообще... Вы поймите, что в таком случае врагом становится тот, кто тебя призывает. Не тот, кто далеко чего-то там стреляет. Твой враг становится тот, кто лишает тебя свободы. Может быть, я и может быть, Эдуард можем пожертвовать своей жизнью ради близких, ради идей, но это будет наш свободный выбор и в тот момент, когда мы будем готовы. Вы понимаете? Я не хочу сказать, что мы трусы, и я не хочу сказать, что плохо быть трусами. Можно быть трусами. Хочешь быть трусом, будь трусом. Но я хочу сказать, что лишать человека свободы выбора, которую, между прочим, считается нам дал сам Господь, нельзя. Да, можно я скажу теперь по поводу свободы и по поводу действий вот этих вот людей, когда забирают как бы насильным способом. В общем, у меня было очень много друзей, которые... Александра мне напоминает меня, когда я оказался в передаче сплошными геями. Она уже подумывает, нафиг на это согласилась. и как бы мне поскорее отключиться. И как бы отсюда чухут. Эти сволочи оказались не просто пацифисты, а очень воинственные. на самом деле нет. На самом деле вот как бы типа я не про... Короче, я хотел бы одну историю рассказать про волонтерство. То есть, почему власть становится... Эдуард, простите, пожалуйста, да, вот я просто, да, отвечу Борису. Если бы я была парнем, там, мужчиной, я бы тоже, я бы тоже где-то пряталась. Вот, я скажу, вот такие... То есть, я бы не шла военностью. Мы не тянули вас за язык. Вы могли... Я ожидал, что вы скажете, что если бы я была парнем, я бы пошла защищать. И на это бы я вам возразил, что и девушки служат в армии, что и девушкам есть чем заняться. Вот. Да. Тут... Эдуард, простите, да, продолжите, но просто тут смотря... смотря... Вот сейчас я в спокойном состоянии, да, сейчас вот мы сидим, анализируем. Я сейчас говорю, что нет, я бы пряталась, я бы не пошла, будучи парнем. Но, например, в других обстоятельствах, например, если бы, не дай бог, я была парнем тогда, пострадали бы кто-то там из моих близких, то если... Не дай бог. Если бы вот сюда засела мысль, я должна отомстить, я бы пошла. Да, потому что тогда бы вы использовали армию как союзника для достижения своих целей, своих видений. Вы бы реализовывали свою свободу. Да. Это был бы ваш свободный вид. Да. Но во многом почему падают ракеты на жилые дома, потому что как раз-таки это такая некая, к сожалению, к очень большому, это мотивация для людей. Быть, испытывать ненависть, злость и прочее, прочее. Вот, то есть, да, мою семью убили, человеку терять нечего, и поэтому, к сожалению, власть тоже в неком плане это использует. Я развелся по инициативе моей семьи, и это было хуже. То есть, все, что я воспринимал как естественную свою среду обитания три десятилетия, было разрушено. Хотя у нас не было никакой войны. Тех, кто я считал самыми дорогими себе людьми, стали самыми лютыми врагами на тот момент. Вы понимаете? И поэтому не надо считать, что если убили всю семью, то человек автоматически идет и убивает чью-то другую семью. Мы сами можем наносить себе такой вред без всякой войны, что просто закачаешься. Да, ну вот, я хотел бы так немножко, длительно чуть-чуть рассказать. Про волонтерство. Вот такими действиями, когда забирают людей насильно в армию, мой друг, волонтер, который собирал там больше нескольких миллионов гривен за короткие сроки, там на машины и прочее, 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 для ЗСУ, когда он увидел, что на улице стало небезопасно, ему вручили повестку, причем это такая была, как бы, не вручают волонтерам повестку, только те, которые находятся в каких-то международных прям организациях. А те, которые созданы были в Украине, довольно сложно получить прям как бы, ну, эту отсрочку, да, из-за волонтерства, к примеру. Либо же это должны быть какие-то депутатские волонтерные штабы. Так вот, он, так же, как и я, засухарился в каком-то селе, потому, а человек, да, собирал большие деньги, помогал, там, бронежилеты, все, как бы, то есть, ну, для безопасности людей, как бы. То сейчас он просто сказал, что я не буду этого делать. Это просто, ну, как бы, то есть, да, и многие люди действительно страдают от того, что им запретили, как бы, помогают даже. Выйти на улицу для мужчины сейчас в Украине это большой страх. Это большой страх. Как можно защищать страну, которая, провозглашая себя свободной, так относится к своим гражданам? Никак. Абсолютно. К сожалению. Кому нужна такая Украина, которая насилует собственных ребят для того, чтобы привести их на убой? Для того, чтобы выгнать злодеев, те, кто напал, чтобы отвоевать свою страну. Но этого можно было не допустить просто. Вот вы прожили в оккупации в течение очень долгого срока. Да, это было неприятно, да, это было отвратительно, но они вас не расстреляли. Вы знаете, я скажу по этому поводу, почти 9 месяцев прожили в оккупации. Внешне, вот, скажем так, внешне, они делали картинку, завозили свой товар, типа, открывали свои магазины, ну, в наших помещениях, и типа, сходили с камерами и создавали картинки для своих, да, для российских, для России, да, для российских людей, для россиян, что ура-ура-ура-ура, мы освободили Херсона от каких-то непонятных нацистов, у нас жизнь была прекрасная, да, вот, и, ну, собственно, все классно, да, три уж, но когда нас освободили, да, и потом уже в течение вот там месяца, полтора-два начали, ну, во-первых, просто не хочется вдаваться в эти подробности. Мила Александровна, мы все смотрим новости, они стали стрелять по центру города, они подлюки, они скоты, ну, просто я хочу сказать, что экзистциально, экзист... Борис, стоп, 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 как в фразе, что, типа, они же вас не убили, да, внешне, как бы, как бы, нас это не коснулось, да, мы там сидели с дочкой дома, все, и как бы старались там на глаза не попадаться военным с автоматами, да, которых там куча в городе было, вот, но потом, когда через вот месяц-два начали обследовать территории, что вообще о них в городе натворили, мало того, что все так разминировать пришлось, то, что они заминировали, вот, и еще нашли четыре, не знаю, по-русски, как это, котивни. врачевых захоронения, я, я понимаю. Нет, помещений, Эдуард, помогай, помогайте, котивни, котувалы. Страчивалы, типа, я не знаю, как это по-русски, страчивали, пыточных, пыточных, вон, пытки, это были пыточные. Да, четыре помещения, где держали людей, пытали и взрослых, и детей, пытались через детей и взрослых надавить, и, скажем так, убитых, и, ну, и т.д., и т.п., как говорится, да, то есть это то, что за картинкой было, как бы, внизу, да, то, что творилось в оккупации. Кто-то с этим столкнулся. Даже будучи под властью врага, Александра, вы могли выйти днем в магазин, не боясь, что вас схватят и насильно куда-то утащат, при том, что Эдуард, Эдуард, находясь в собственной стране, и как многие-многие другие люди, этого опасаются. Получается, что он находится под более жесткой оккупацией в собственной стране. Ну, если с этой точки зрения посмотреть, да. Сейчас, да, для парней небезопаснее стало. Но, те, кто получали на оккупированных территориях, те, кто получали русский паспорт, то тех туда призывали воевать на территории, ну, короче, против Украины. Те, кто пришел, получать русский паспорт. я еврей, и в истории Голокост, уничтожение евреев, катастрофы, как бы, крестоматийный пример. Ну, вот, Эдуард, мне напоминает еврея в оккупированной зоне, где он буквально должен за свою жизнь, так сказать, бороться, чтобы его не выловили гестаповцы. Понимаете? Самое отвратительное, что на двух родах... Это не связано с Украиной. Я так относился к властям всегда. Советского Союза, Израиля этого чертового и всех остальных. Вы понимаете, у нас творится насилие по отношению к половине населения, и при этом мы это воспринимаем как норму. Вот в чем проблема. И то решение... Вот, допустим, если, давайте так, окна Овертона, мы все это знаем, что еще в нашем обществе не принято делать? Педофилия. Потребление друг друга в пищу. Каннибализм. Да. Вот если сейчас будет закон, заниматься всем педофилием, а всех есть друг друга, то неподготовленное общество в основном может не согласиться. Я надеюсь. Понимаете? На самом деле... Но ведь одну минуту я хочу сказать. Когда дикаря каннибала спрашивают, вот как вы каннибал, вы едите людей, он им отвечает, что мы никогда не убиваем больше, чем можем съесть. А вы, варвары, вы убиваете людей сотни Идите, да. Идите. Вот. На самом деле, кстати, ну, я могу так, небольшой пример про государство как бы на фоне бизнеса. И такая история, что все знают, что в бизнесе очень зачастую воруют деньги либо еще что-то. И к примеру, нанимают администраторов, чтобы не воровали, потом начинают воровать администраторы еще больше, потом охранники еще больше начинают воровать, потом служба какая-то над контролем, над охраной. И вот это вот все, оно просто перерастает в такую какую-то кашу, что все против всех. И вот в государстве то же самое. То есть военные люди, по сути, это вот некая такая необходимость для создания безопасности, которая просто пожрет всех. К сожалению, просто, ну, у меня иногда душа не выдерживает, и я не могу понять, почему многие люди это не понимают, но армия это просто такое как бы прикрытие для, типа, якобы безопасности страны. Ну, страна, к сожалению, думает только о своей безопасности, то есть о сохранении государственных там своих территорий и прочее, прочее, прочее. То есть про людей, даже в Конституции Украины, которую я очень сильно начал изучать за последнее время, не написано ничего. Единственное, что написано, людина мает право на свободу персувания, там, вильна думата и так далее, и тому подобное, но все эти права зачеркиваются, а это написано в Конституции, как только вступает, к сожалению, это очень странная история, военное положение, и там написаны статьи, которые полностью исключают все твои права, абсолютно все. Там их семь статей, которые запрещают Конституцию при военном положении, когда в стране война. и обовязок военного положения это просто что-то такое несусветное, что она думает, то есть это не мысль про людей, это не свобода, это явно. Вот, и поэтому военные, да, это такие, как бы, типа, просто создание монстра, образно говоря, для защиты, но по факту это просто, ну, монстр, естественно, для создания, как бы, убийств, и ничего, кроме, оно не несет. Потому что государство не существует в природе, и армия не должно существовать в природе, да, то есть в природе должно быть, как бы, вот если мы говорим про природу, то, что все мы звери, то, как бы, военных в природе нет, да, как бы, а вот то, что там, как бы, приведено, как каннибализм, ну, с развитием можно было понять, что просто нужно, как бы, питаться овощами, к примеру, да, ну, там, можно даже и животных, как оказалось, не убивать, но это уже другое вот поэтому это просто бред к сожалению и все вот эти военные действия это просто этого не было никогда в природе вот ну на это нам возразят что у общественных существ таких как муравьи встречаются войны целыми уже не муравьи мы же считаем себя самыми умными в этом на этом на этой планете мы считаем себя великими мы считаем что мы что-то придумали ядерную бомбу примеру вот это наше самое лучшее достижение вы знаете мне даже кажется что вот если бы не бухнули бы эти бомбы то люди бы мучились меньше я прям иногда жду да то есть потому что здесь отрезают хвост по миллиметру а так всем сразу будет прикольно это кстати все сразу против войны возвращаемся вопросу первый вопрос если солдаты собрать в руки войны будут невозможны правильно если все военные откажутся со всех сторон выполнять приказы направленные на агрессию то армия как правая станет правильно зачем нужна армия которая не может армия это вообще невыгодная история вот значит получается тем больше людей настолько убежденных как я и эдуард и как александра призналась если бы она была мальчиком она тоже бы хувалась хувалась а вот как чем больше было бы таких людей тем менее были бы тем менее были бы вероятны войны или нет но нужно тогда было бы тем людям которые отказываются да бросают оружие все идут против власти ну и пришлось не сладко как раз власть не сладко если бы у нас была надежда у нас саша была надежда что русские не пойдут мобилизовываться но ведь была у нас надежда что они пошлют их всех и действительно несколько там чуть ли не сотен тысяч покинула страну несколько сотен тысяч тихо хувается что их не видно и от 140 миллионной страны они собрали ну не знаю сколько может быть даже 500 тысяч может миллион мы не знаем но все равно осталось достаточно много для того чтобы они преуспели на самом деле мы сталкиваемся с чем мы сталкиваемся что есть большая большая масса людей в разных странах которые выходят на митинги протестуют они не согласны с этим режимом да но что их ждет протестовать не надо смотрите это гражданское непоминовение дали повестку выкинул повестку потащили за руки за ноги убейте меня но я я я воевать не буду а если те кто его тащат также поступят а если их начальники также поступят вот этих тюреров маленьких тюрерков сидящих наверху их никто не будет слушать это те самые тараканища о которых писал чуховский приносите мне своих детушек я на ужином за ужином их скушаю а еще знаете есть очень сильно вмышаемые люди которые сами духом слабы и кто-то сильный да там вот авторитарный такой диктатор там да они имеют силу силу влияния на умы людей и те считают что действительно когда идеями люди не считают что они правильно делаю правильно поступают там добро несут они за идею там да дело в том что много их не так много вот если им дать эту возможность они перебьют друг друга и в следующем поколении причем желательно чтобы они это перебили еще не оставив потомство на самом деле вот дело в том что как бы власть очень сильно еще и боится свою армию то есть к сожалению или к счастью я думаю что к счастью и оставить голодных солдат да как бы ну это очень плохая история если брать россию и почему началась эта война то я не вижу никаких причин как экономические потому что россия это нефтяная страна вот и как только начинается война в каком-либо регионе и какие-то нестабильности то ну нефть просто растет цене и поэтому получилось стабилизировать допустим курс доллара мы не будем отходить от темы тем более что наше время истекло я хочу поблагодарить вас за ваше гражданское мужество за свободомыслие за честность высказывания этих позиций я засранец сижу в канаде вы живете там если вы хотите я не выпущу это видео нет украине вообще-то кстати закона свобода слова по ширине ну у нас да свобода слова все нормально если даете согласие чтобы я опубликовал конечно я вообще конституция украины кстати запрещает любую цензуру то есть если что-то случится слава вашей украине и вашей конституции особенно вам смелым людям саши и эдуарду большое спасибо и до свидания